Это первый раз, когда в этом подкасте про личный бренд я приглашаю эксперта по личному бренду. Почему нам не страшно взаимодействовать в таком открытом ключе? Вот я учусь, у Тони Робинса инвестировал, у него 20 тысяч баксов. Ну, когда он танцевал в трусах, это было... Мне, видимо, не хватает сейчас перчинки. У кого, значит, длиннее? Ребят, вы уже, извините, но опоздали. Ты меня сейчас замотивировала с какой-то новой силой. Я когда захожу в твой инстаграм, каждый пост просто в десятку. Как научиться писать так, чтобы было так вкусно? В чем вообще, в чем секрет? В команде мы называем торговать лицом. Делюсь прямо секретными секретами. Либо орально. Проблема связана не с тем, что мы не умеем, а в том, что мы как раз думаем и не даем себе вот этого позволения. Вот как создать цепляющий заголовок, например? Вот обычно об этом 90% начинающих авторов забывают. Ну, все, мне нужно написать статью Форс, блин! На спа. На спа, давай. Все, договорились. Да! Еее! Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня совершенно особенный гость. И вот почему. Екатерина Иноземцева является экспертом по теме личного бренда. Она колумнист Forbes Psychologist, основатель онлайн-школы Free Publicity School, автор бестсейлера «Стартап без купюр» и «Как стать популярным автором». Это первый раз, когда в этом подкасте про личный бренд я приглашаю эксперта по личному бренду. Сегодня мы будем говорить очень много о том, что это такое, как это работает. Посмотрим Кате на точку зрения, на процессы личного бренда, на тренды, на то, как это делать, почему это не происходит. И в конце вас ждут несколько очень ценных подарков. Поэтому поехали! Катя, привет! Привет! Я очень рада здесь быть. Для меня это честь и радость, Маша. Я чувствую то же самое. Друзья, сегодня у нас феноменальное событие. Первый раз в истории нашего подкаста «Будь брендом» в гостях у эксперта по личному брендингу. Эксперт по личному брендингу! Да, мне кажется, на этой ноте мы должны обняться вообще и показать всем твоим слушателям, что это правильно. И что это возможно вообще. Но мы сегодня поговорим об этом с разных сторон, но начать я хочу не с того, с чего я обычно начинаю. Ты уж прости, но я хочу начать с личного бренда. Потому что когда еще я могу задать вопросы эксперту по личному бренду про то, как он видит эту тему. Так что, друзья, сейчас будет сок про то, что такое личный бренд, как он работает и что вам мешает его построить. Катя, что такое личный бренд? Я определяю это как репутация и охват. То есть, что о вас говорят, в чем твоя экспертность и сколько о тебе говорят. То есть, это популярность, помноженная на величину твоего знания, опыта и ценности, которые ты даешь людям. Репутация и охват. А как ты думаешь, с какого момента человек может сказать про себя «я бренд»? Есть подход объективный и субъективный. Субъективный – это обычно внутренняя уверенность, что вот я достиг того-то, того-то. И здорово, когда эти отметки, ну или вот эта предполагаемая точка «Б» у человека для самого себя определена. Например, он провел с собой упражнение. Вот я бренд, когда у меня там есть колонка Forbes, или я написал книгу, или я выступаю на Питерском экономическом форуме. И это будет всегда очень субъективно. То есть, никто со стороны не сможет его упрекнуть или уличить в том, что он недобренд. Кстати, такая же история, если интересно, поговорим об этом, будет, например, с книгой. Потому что нет никакой субъективной категоризации книга. То есть, вот это вот прямоугольненькое там со страничками – это уже книга или не книга. Это очень интересно. Есть объективная величина, когда все-таки есть некое общественное мнение, которое этого человека определяет, как человека бренда или нет. Определяет путем приглашения на профессиональные форумы, выступления, путем его видимости в соцсетях, подписок, реакции, аудитории. Ну и, конечно, тем числом денег, которые ему несут за его продукты. То есть, как говорится, зритель голосует рублем. Если он успешен, профессионально, его услуги и главное время востребованы, то это тоже для меня всегда объективный параметр, что человеку бренд в своей сфере, он там состоялся. А скажи, а вот ты сама вот жила-жила? И в какой момент вообще в твоем мексиконе появилось это слово, словосочетание «личный бренд»? Я думаю, что это для меня был очень такой органичный путь. То есть, у меня не было такого, что я вдруг проснулась и поняла, что я популярная или я на эстраде, или как Алла Пугачева, звезда звездашная. У меня была такая органичная история про просто делиться. Вот я делаю, делаю, делаю. И очень много, на самом деле, в моем пути было такого земного, рабочего процесса. Вот прям рабочая пчелка. Потом мне, скорее, это стало приходить как обратная связь от мира. То есть, я вдруг по каким-то комментариям, по публикациям, благодарностям Кати Наземцева начала понимать, что опыньки. Кажется, эта рабочая пчелка что-то там такое делает и создает. И вот это, мне кажется, очень такой принципиальный момент для каждого, кто сейчас думает, вот я там бренд или не бренд, или как мне заниматься своим личным брендом или нет, послушать обратную связь мира. То есть, чтобы это во многом было не только вашим принципиальным решением, что все, с этой поры я инвестирую в личный бренд. Но и чтобы вам вселенная ответила, что да, чувак, пожалуй, можно над этим поработать, потому что вот же, вот же, ты уже и так. Осталось только это как-то там нанести штрихи, там подмазать где-то чуть-чуть, подлепить. Вот, это как раз, мне кажется, когда встречается одно с другим, самое правильное место и время, чтобы вот вплотную этим заняться в личном брендинге. Да, то есть, получается, что ты видишь импульсы от мира про то, что ты востребован и интересен, даешь что-то ценное. И ты, в моей терминологии называется, начинаешь активировать свой личный бренд, чтобы он еще лучше решал эти задачи. То есть, на стыке вот этих двух вещей возникает понимание, что я начинаю работать над личным брендом. Абсолютно. Мне как раз очень нравятся два терминология, активация личного бренда, мне кажется, очень четкое слово. Действительно, то есть, он и так есть, он какой-то там с вами и так случился, у каждого человека уже есть личный бренд. Вопрос, как его вот зажечь, активировать и лакмусовой бумажкой проявить. Ну вот смотри, все-таки в нашей российской действительности был какой-то момент, когда не было слышно этого слова, а потом в какой-то момент это появилось тут, 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 и вот как-то, знаешь, сейчас, как снежный ком, нарастает вот эта тема, она еще и будет дальше нарастать, что надо быть личным брендом и так далее. То есть, сейчас это не то, что тренд, это супер-хайп даже. Да, да. А вот все-таки, ты можешь вспомнить момент, когда впервые это начало звучать в информационном пространстве? Что это было? И вот для тебя, когда ты перестала, вот допустим, некоторые говорят, само пиар, или там продвинуть себя, и вот когда ты сказала, надо заниматься личными брендами, или я личный бренд, я хочу научить других быть личными брендами, что это было за момент, или не было такого момента, ты просто как-то плавно это вошло в твою жизнь? Ты знаешь, я много смотрела, что вообще происходит на Западе, и я жила как раз, ну вот в такой действительности, что вообще personal branding и personal marketing, который прозвучал еще впервые вообще в 30-х годах, как сильное развитие получил в 80-х, ну то есть это уже около 40-50 лет, люди этим занимаются, развиваются, есть эксперты, которые там этим уже им хорошо за 70, то есть уже 50 лет в этом поле информационном живут. И для меня, скорее, это было, знаешь, такое ожидание, что ну вот у нас же это тоже придет. И так, например, мы принесли с Запада и, собственно, вынесли на флаг вот нашей школы фри поблизости скул, термин фри поблизости, бесплатная популярность. То есть там и существует этот термин? Да, это уже вот 30 лет прям как избитая такая корочка, да? Потому что когда я получила письмо, я составила ваши рассылки, что у вас это перепозиционирование, вы были ожи. Да. Как ожи расшифровывалось? Осознанная жизнь. Осознанная жизнь, да? А может быть оживи, а может быть женщина, там разные были, да, аспекты позиционирования. Так вот, и когда я вижу, получаю письмо и вот это фри поблизости, я так, что? Ну, логично, но думаю, знаешь, для меня это было то же самое, что когда-то для меня было нетворкинг. Такой, нетворкинг, да. То есть это все-таки термин там… У нас был осознанный выбор, да. То есть мы вот на себя вот эту шапку новатора, пионера надели, решили, что да, конечно, мы сломаем какие-то копии и будем пробираться сквозь защитные барьеры, но мы сделаем то, что называется у американцев термин of nurturing market, взращивание рынка. То есть мы сначала как бы рынку донесем, что вообще это нужно, мы вырастим как бы это сознание. Может быть потеряем на этом деньги, потому что нужно много давать бесплатно, полезно, то есть развивать… Пропагандой заниматься. Абсолютно, пропагандой, да. Но потом мы, может быть, пожнем, пожмем плоды. Может быть, 100% пожнем. Я думаю, что уже пожинаете. Да, но я прям могу назвать четкую дату, это был ноябрь 2015 года. То есть это вот почти что три года, три года назад. Для меня это было вот еще такое сочетание пространства и времени, когда вот меня так ёкнуло, что ну будем заниматься мы фри поблизости, и вот, соответственно, ну там персонал бренд и фри поблизости, это прям очень… Честно. Да, вот, да. Хорошо, а как менялся аватар клиента вот за эти три года? Ты видишь разницу смены аудитории, которая приходит с запросом на эту тему? На личный бренд именно. Или в нашу школу. А у вас же много продуктов, да? Давай про личный брендинг пока, мы про другие продукты чуть позже. На личный брендинг. Да, очень меняется. Я бы сейчас немножко зайду издалека, то есть в целом про рынок. Вот что происходит вообще на рынке людей, которые интересуются личным брендом? На мой взгляд. Если раньше это больше волновало людей с позиции, как заработать больше. Вот я сижу, тружусь в корпорации, я там, не знаю, финансовый менеджер, я понимаю, что через три года, ну дай бог я дорасту до финансового директора. Вот как мне, что мне вообще делать, чтобы вот каким чудодейственным способом поднять себе зарплату, там увеличить свою узнаваемость, чтобы отправляли на конференции выступать меня и моего начальника. Да, и вот три года назад как раз я видела большинство именно такого контингента. То есть это классные выпускники бизнес-школ, это крутые выпускники там бизнес-молодости, которые хотят, например, перейти в свое дело. Или это вот сотрудники корпораций, которые не понимают, с помощью каких инструментов действительно они могут сделать вот эту свою проявленность. Проявленный, там не серой мышью быть, не белым бородничком, а каким-то там золотым или серым. Мне очень нравится термин, я часто тоже использую именно проявленность. Для меня стать брендом, это проявить себя как раз-таки в пространстве. Благодарю за схожесть, семантику у нас с тобой в этом смысле. Классно, классно, да. А что я вижу сейчас, что все больше людей, и это, знаешь, как меняющаяся такая вообще парадигма, на мой взгляд, в целом, там, развитие человечества, прости меня за пафос, что людей реально начала волновать вот ценность и след, который они оставляют обществу. То есть все больше к нам приходят люди, которые задаются вопросом, а что я вообще делаю для общества, для своих потомков, для мира? И у них, конечно, совершенно другой запрос, то есть как мне правильно упаковать, это донести и получить как бы вот эту популярность, но не в смысле много подписчиков и лайков, а в смысле аудитории, которой я могу быть полезен. То есть это кардинальная смена истории от для меня, там, дайте мне, выгода, выгода, точно выгода, к могу помочь больше, могу быть полезным, научите меня, как об этом рассказывать. И поэтому аватар наш поменялся, да, кардинально, вот от этого аватара, что там дайте инструментарий, как зарабатывать больше, до аватара дайте технику, как упаковаться и заявить о себе, там, большему числу людей. И это аудитория, которую мы называем, ну, внутри нашей команды соло-принёры или аудитория помогающих практиков. Это больше консультанты, психологи, терапевты, тренеры, там, видящие, ясновидящие астрологи, то есть дальше уже можно, да, рассуждать разных апостасек, но то есть это люди, которые основной своей миссией задачи видят, помогают другим. Вот, кстати, у меня и был еще один из вопросов, это типы брендов, типы личных брендов. Наверняка у тебя существует своя типология, вы тоже сказала, соло-принёр. Вау, я прям уже вижу, как мы будем выносить на обложку этого подкаста, кто такой соло-принёр, да? Так, вот еще какие существуют у вас? Ты знаешь, я так делаю типологию, скорее не по роду деятельности, то есть роду ценности, а скорее по тому, как он, ну, хотел сказать, деливерит, да, то есть доносит свой контент. То есть скорее по типу контента, потому что мне это ближе, я больше всегда двигаюсь от контента, от вот этой полезной ценности. Три, три я делаю классификации, то есть вот если такую большую линию провести, то на одном конце, радикальном, будет экспертный эксперт, это вот Стив Джобс, Алексей Кудрин, то есть люди, которые вообще никогда не говорят о личном и которые выступают всегда экспертами с большой буквы и с которыми вот так вот сверяют, как с бенчмарками, там, Герман Греф, который принес бирюзовые организации в Россию, Agile, Scrum и так далее, и поменял весь Сибербанк танцующим на столе. В общем, вот это история. Если посмотреть реально, поковырять, вот, например, те аккаунты, которые велись от имени Стива Джобса, ну, вряд ли вот занимался этим самостоятельно, всегда там, 99% это всегда про технологии, про какие-то прорывы, про его личное экспертное мнение на то, что происходит в жизни, и очень-очень мало личного, но ты наверняка помнишь, что даже там о болезни, да, и о вот особенностях личной жизни весь мир узнал, когда уже, в общем, да, с этим. Да, и другой радикальный конец, я его называю потажный потаж, это вот Чичваркин, Тиньков с голой задницей, это там, Полонский швыряющий стакан воды и так далее. То есть это история про то, когда люди не боятся как раз очень много давать личного или очень много вот, ну, того самого ипотирующего. Ага, а можно сейчас вот привести пример не из людей, которые вот прям совсем бренды, да, известны? Вот, например, Петр Осипов, да, которого наверняка знают многие, те, кто не знают, узнают. Скажи, я правильно поняла, что вот он больше, вот сейчас пошел по пути ипотирующего? Сейчас, подожди, знаешь, он еще между ними, вот у меня есть, есть градус, да, еще между ними есть, вот ровно-ровно посерединке, сейчас самое интересное, я скажу, эти мигрирующие бренды, сейчас мы Осипова тоже определим. Значит, посередине я его определяю, рубаха парень, здесь своя девчонка. То есть когда это очень близкий как бы тебе персонаж, то есть ты его понимаешь, вот чем он живет. И ты себя, может быть, узнаешь в нем даже. Да, да, безусловно, да. И вот он такой рассказывает живые истории, вроде как один из наших, но, конечно, ты понимаешь, что все-таки он там или она стоит на сцене, ну или там где-то по ту сторону Инстаграма, тебе интересно следить, вот как вроде бы такой же, как я, но тем не менее живет своей жизнью. И как раз большинство блогеров сейчас выбирают именно эту модель. Если говорить о трендах, да, ты сказала, как вообще развивается, как изменилась жизнь, вот я обязательно буду говорить про это. Значит, смотри, получается, что у нас история про то, что, во-первых, человек это динамическая машина, очень интересно изучать бренды тоже в привязке к биографии, как менялся, например, человек, ну не знаю, вот Ксения Анатольевна Собчак, мой любимый пример, мигрирующий бренд. То есть она начинала эпатажный эпатаж, блондинка в шоколаде, прости господи, да, выпускница МГИМО, которая там ковыряется в доме-2. А потом у нее там в связи с личными событиями и бурной развитием ее личной биографии бренд очень сильно сместилась в сторону либеральной журналистики. И это была вот эта ее эпопея по центральным федеральным каналам, ее там защита у Гордона, там интервью с Познером и так далее. Ну сейчас вот она где-то там между своей девчонкой и экспертным экспертом, особенно в эпоху предвыборной компании с вновь обретенным статусом материнства. Вот. Но что касается Осипова, я бы тоже сказала, что он мигрировал. То есть он начинал совершенно точно с эпатажного эпатажа, очень осознанно. Потом очень сильно качнулся к экспертному эксперту. И сейчас вот тоже скорее между рубаха парень, но при этом все-таки экспертный эксперт, потому что он далеко. Он все равно ставит всегда границу. Вот. И это совершенно нормально, это его выбор. Но как здорово, он показывает всегда, ну вот текущие жизненные интересы, что, ребят, вы тоже так же можете. Как он прохаживается там по веганам, сыроедам и всяческим увлечениям или интересам с эзотерикой. Там где-то он открывает особенности там личной жизни, там какие-то свои личные сценарии. Да, я вот по тому и спросила, потому что в последнее время, допустим, у него конкретно много всяких действительно эпатажных вещей. Всякие, как это называется, когда делают... Хайпы. Хайпы, да. Какие-то хайповые акции. Ну, когда вот он танцевал в трусах, это было... Мне кажется, шикарный подкаст, мы обязательно должны вынести на обложку, да. Как Мария Зарёна и Катерина Иноземцева обсуждают трусы Осипова. Да, это будет новый хайп. Может быть, даже Петя на залах и пошелит. Ну, это же как бы трансформатор, это же личный бренд. А потому что мне, например, задавали вопрос в личку, как вы считаете, это правильно или нет? И как ты ответила? Я считаю, что для него это органично. Для него это правильно. И стихи правильно. Особенно двайдые трусы, там же одни надеты на другое. Вот таких деталей я не заметила. Чтобы я, беременная женщина была более внимательна, да, мне, видимо, не хватает сейчас перчинки. Это такой тонкий нюанс. Окей. Хорошо. Заметь, кстати, к вопросу про личный бренд, с кем он это сделал? Ведь там был второй участник происшествия, Сергей Косенко, блогер-миллионник, который, и я бы здесь скорее еще, знаешь, рассмотрела это через лупу коллабораций и партнерства. То есть, кто предложил Осипу бахапить в трусах и в том числе поднять свою популярность, там дальше конвертировать вновь пришедшие лиды. Они просто перекрестно меняются в истории, мое мнение. Да, кстати, друзья, если вдруг вы еще не посмотрели подкаст с Сергеем Косенко, который есть на этом канале, посмотреть, он как раз там рассказывает про то, как он стал блогером-миллионником. Потому что буквально несколько, полтора года назад, в принципе, у него не было таких охватов. Он рассказал про супер подарок на день рождения, благодаря которому у него произошел бурный рост. Так, хорошо, давай теперь личный бренд и посмотрим со стороны возражений. Вот люди, которые потенциально могли бы им заниматься, но почему-то не занимаются. Вот как ты думаешь, топ-3 возражения какие из твоего опыта? Синдром самозванки, даже не самозванца. И это тоже вот такая тема, можем прям подробно про наше женское любимое вечное советское. Почему вдруг девушки из постсоветской России так себя ведут, точнее никак не ведут. Синдром самозванки, да, да, или самозванца, совершенно точно. Второе, это боязнь осуждения, то есть боязнь публичности. Вообще страх открываться неприученным к этому, нет этого у нас в культурном коде. И очень сильно обычно мы много получали психологического насилия в детстве, чтобы к какому-то осознанному возрасту, там, не знаю, 30 плюс лет, вот так отказаться и отмежеваться всеми руками, только чтобы не открываться. А третье, это непонимание, а как это делать. Вот, здесь, конечно, правильно было бы вернуть рекламу курса о личном бренде, но, ребят, вот без преувеличения, без всякой там продающей продажи, это действительно так. Просто люди не знают как, с чего начать. Да, сто процентов. Я могу сказать, что многие люди слышат, что это популярно, слышат, что надо делать, они что-то делают, у них не получается, и они такие, это не для меня. Да. Или это не мое. Или, например, я уже вложил, я знаю предпринимателей, которые вкладывают, недавно было несколько у меня прямых эфиров, по 150-200 тысяч в месяц в свой личный бренд, но при этом я как эксперт, видя, что они делают, я понимаю, что там, во-первых, не надо столько вкладывать, во-вторых, то, что они вкладывают, они делают неправильно. То есть это просто, знаешь, из серии, ну, простите за выражение, в некотором смысле на рынке есть развод на ровном месте, когда некоторые агентства как будто бы ведут человека, давая ему по личным брендам, но они не прорабатывают, не прорабатывая основу, человеку просто, простите, тупо ведут Инстаграм за 200 тысяч. Абсолютно. Я другую еще хочу поднять проблему, расскажу историю. Значит, недавно приходит к нам любимый брат, наш родственник по Диминой линии и говорит, слушай, а я вот там про гивы слышал. Гивы? Да, может, ты мне расскажешь, как мне вот, ну, много подписчиков, потому что приеду я в Белоруссию, и будет круто, там, в маленьком городке, а у меня 20-ка, там, или 30-ка подписчиков. Брат, надо сказать, наш занимается стройкой, то есть он такой, он не девелопер, а именно вот стройка, ремонты, да, прекрасно себя чувствует, молодец вообще, как управление состоялся, но гивы 20 тысяч, зачем, задаю я вопрос, зачем, объясни мне, я тебе, конечно, расскажу механики и техники, но зачем? Он так вот, что называется, чешет репу и говорит, ну как, популярность? И это как раз вот такой вот, знаешь, хороший пример, когда не понимая, зачем, то есть верхний уровень его зачем, а что там дальше за этой популярностью, да, за этими 20 тысячами, ну и это просто круто, то есть раньше мерялись там малиновыми пиджаками, золотыми цепочками, сейчас меряются реально числом подписчиков, у кого, значит, длиннее. Ну вот вопрос, что за этим длиннее и что дальше с этим делать, потому что на проекты, ну, очень несложно, да, вот масса агентств на этом действительно спекулирует, там, образитирует. Да, подливают аудиторию, делают гивы, при чем эта аудитория потом не активна, не включается, не покупает. Знаешь, когда, допустим, мы смотрим, вот я когда показываю кейсы, например, да, вот я когда выступала на конференции, ты говорила, что я вышла и там все кейсами разложила. Да, и данные кейсы тоже, и если можно дать эту запись или что-то, ну или просто у Маши этого много в курсе, это просто роскошная история, вот было-стало, то есть реально, вот был Инстаграм, просто Инстаграм какой-то, Инстаграмские кошечки, там, детишки и цветочки, Инстаграм реально рабочий, даже не дело в том, что продающий, а вот он рабочий и работающий, очень крутые истории, вот все к Маше, правда. И примеры, когда я привожу, чтобы у человека стало полторы тысячи подписчиков, две всего лишь, казалось бы, но при этом люди говорят, да ладно, это же, он не супер популярен, но когда ты показываешь конверсию, сколько теперь он реально зарабатывает, насколько он востребован в своей нише, он людей так, как это может быть, понимаешь? А вот, то есть, и вот это попутанные ориентиры, то есть, да, что нужно, нужно, чтобы было много, но не понимание, а эффективно это или нет, как КПД. Я прям цифру могу привести, как эксперт по фри-поблиците, правда, в 2016 году один из хедкутерс в Facebook заявил, что пришло время микроблогеров, микроинфлюенсеров, он назвал, что не надо гнаться за численностью, там, миллионные подписчики, это вообще ничего не значит нынче, это у нас миллион, а Сергей Косенко это у Бого и Димы Бортнягина, а в Америке это блогеров 10-20 миллионников, их очень много, реально, там, рынок гораздо жире, там, за 7 лет Инстаграм, он, конечно, уже набил руку. Так вот, он сказал, что сейчас все рекламодатели и крупные корпорации как раз обращаются к микроинфлюенсерам, число подписчиков которых может быть и 2 тысячи, и 10 тысяч, то есть, реально, компания Яндекс или, там, не знаю, как еще там, АМФ Флауэрс, кейс, который я сама видела, обращаются к не сотникам и не миллионникам, потому что понимают, что они получат в ответ лояльность и конверсия на 78% больше, чем если вот огромный охлад, да, при невысокой республике. То есть, 78% это конкретно вот цифра из исследований, да? Да, цифра из Фейсбука, да, и это 2016 год. Да, сейчас этот тренд усиливается, потому что, например, если говорить про Инстаграм, вчера мы общались с Арпине, Инстаграмовной, как я ее называю. Да, классно. И она как раз говорила о том, что, да, они, самая эффективная реклама, это у микроблогеров, они так и делают, закупают, причем закупают сториз, да, да, а не посты. Кстати, как хорошо и здорово проверить реально влиябельность и эффективность блогера, если вы уже, наоборот, в позиции рекламодателя, да, и выбираете, например, перебираете несколько аккаунтов. Очень классный лайфхак, мне его дала Инди Габохи, она сказала, что если компания обращается, повторно размещает рекламу, то есть ты видишь у одного и того же блогера рекламу, ну, или перекрестное облияние, да, на одну и ту же компанию, значит, первый раз она оправдалась, второй раз зашла, да, а компании считают свои маркетинговые бюджеты очень хорошо, и там стоимость льда тоже, уверяю вас, оценена ими очень верно, поэтому этому блогеру нужно верить, это значит, что у него реально эффективная аудитория, его можно читать, и даже компании это понимают и считают, да. Очень классный лайфхак, да, практичный. Хорошо, а теперь вот есть возражения, а вот скажи самых три мощных аргумента за. Все-таки есть люди, которые наблюдают, и такие, буду, не буду, хочу, не хочу, лично брать, не считать, давай их замотивируем. Давай, смотивируем. Ну, давай я еще раз резюмирую, какие я назвала возражения, то есть это вот синдром самозванца, что кто я еще такой, да, мне не о чем сказать. Это вообще боюсь популярности, боюсь открыться, да, считаю, что все меня сразу заплюют и забросают опилками. И третье, я вообще просто не знаю, с чего начать. Да, я не понимаю вот эту популярность, гибы, хайпы, и вообще легко в этом все растеряться. Так вот, как мотивировать? Вот, знаешь, я своим всегда говорю, ребят, вы уже, извините, но опоздали. Я опоздала, оказавшись в Инстаграме там всего с этого года. Надо было заходить гораздо раньше. Я себя прекрасно чувствовала в Фейсбуке, там была блогером с аудиторией больше 10 тысяч человек, это много для Фейсбука, но я опоздала. То есть те, кто начинали 5-7 лет назад в Инстаграме, они явно приросли. Те, кто начинали в Ютьюбе, как ты, например, много раньше, тоже уже приросли, уже так чувствую себя как-то уверенно. Вот, то есть, если не вы, то ваше место совершенно точно кто-то займет. Так вот, знаете... Во всех нишах? 100%. И здесь, знаете, нужно прямо вот реально засучить рукава и прям взять меч джидая и выйти вообще на дорогу осознанной жизни в том плане, чтобы не дать ничтожеством занять свое место. Ну, ребят, я их называю поющими трусами. Поющие трусы, вот, прекрасно, розовые кофточки. То есть, если говорить более литературно, то давайте так, эксперты должны быть экспертами. То есть, кто, если не вы, когда, если не сейчас? Вот, мне кажется, это очень прямо, знаете, такая штука про осознавание. Нужно спасать мир. Вот если вас это не зажигает, то, может быть, вас зажжет вторая идея. Вторая идея – это про оставить наследие, оставить след человечеству, потому что чем больше вас видно и слышно, то тем больше ваши потомки смогут вообще пощупать и потрогать плоды творчества своего дедушки. Вот сейчас очень модная история про восстановление своих биографий, создания генеалогического древа, раскапывание архивов. Много компаний есть, которые этим профессионально занимаются. Вот представь себе ситуацию через 10 лет, или окей, через 50 лет. Как будут дальше составлять все генеалогические древа и архивы? По Инстаграму! Точнее, Инстаграма уже, скорее всего, не будет, и там через 2 года, да, ситуация уже кардинально изменится, будет что-то другое, очевидно, да, что там Инстаграм – это уже объединенная с Фейсбуком корпорация, может быть, одна единая, но вот чем больше вы о себе рассказываете, заявляете, оставляете и питаете собой других, тем больше получит ваш род. Вот там у меня, например, есть даже такая теория про формулу величия рода, что это число членов рода, то есть там вас, ну, соответственно, детей, прародителей, помноженное на число их деяний. То есть чем больше вот этих вот полезных деяний вообще совершают представители рода, тем больше блага для человечества, тем больше этот род получает энергии и вообще как бы мотивации продолжаться дальше. Вот здесь вовсе не история про плодитесь-размножайтесь, можно вот плодиться-размножаться в духовных таких детях. Вот. Ты меня сейчас замотивировала с какой-то новой силой заняться своим личным брендом. Просто по таким темам прошла сейчас. Благодарю тебя. Не надо третий пункт. Достаточно хорошо. Друзья, у меня сейчас в руках совершенно не случайно книга, которая называется «Как стать популярным автором?» Тексты на службе личного бренда. Это уже бестселлер, который вышел в этом году. В прошлом ноябре, да. И почему тексты? Вот у меня такой вопрос. Потому что заход же с разных, может быть, сторон. Почему тексты? Вот я считаю, что с текстов реально проще всего начать. Вот хоть ты меня режь, хоть ты меня леником каленом вей, но я считаю, что с текстов проще всего начать. Я даже строю вот такую пирамиду, фри-паблиц, так вот рисую ее на стенке, когда читаю лекции, тоже со своими учениками обсуждаю, что самое первое, фундамент, да, это тексты. Потом идут уже видео, потом онлайн эфиры, там радио, лайфы, подкасты. И на самой верхушке публичное выступление здесь есть, конечно, еще корреляция, да, то есть это такой график, да, пирамидный график, то есть график по степени влияния, понятно, что вживую, конечно, вот как мы сейчас, мы с тобой обменяем синергию, мы кайфуем, то есть мы, конечно, друг от друга сейчас получаем гораздо больше, чем зритель, который вот посмотрит нас по ту сторону экрана, просто здесь энергетика, да, это вот поле, которое можно пощупать, которое заряжать. Но, а тексты, например, наоборот, наименьший эффект в этом плане, но по степени легкости публичное выступление, да, или живое общение, это самое сложное, ну, в целом, да, для среднестатистического пользователя, а тексты самая простая штука, и поэтому мне кажется, что вот с нее проще всего начать, даже если вы будете потом специализироваться на публичных выступлениях, или читать, записывать подкасты, или читать вебинары, все равно вам нужны тексты, чтобы настроить свое умение мыслить и думать, чтобы себя вытаскивать, записывать и тезисно излагать. Хорошо. Ну, сейчас я тебе скажу про свой ЧСМ, я тебе признаюсь, я когда захожу в твой инстаграм, я просто каждый пост просто в десятку, понимаешь, то есть я читаю, реально огонь, и я не пишу такие тексты, понимаешь, у меня включается ЧСМ, и я думаю, так, ну, как же так, ну, как же так, как же так написать, это же надо сколько это, три часа такой текст нужно писать, понимаешь, да? Да. То есть я вот, я для себя одновременно тебе возражаю, понимаешь, да? Потому что, у меня есть ощущение, что я не умею писать, и вот я как раз хочу спросить тебя, а как научиться писать так, чтобы было так вкусно, в чем вообще, в чем секрет вкусных текстов? Я знаю, что у тебя про это тренинг и программа, но может быть, ты дашь какой-то вот там практически лайфхак, потому что такое бывает не только у меня. Когда мы видим людей, которые реально вот пишут там статью, хорошую, вовлекающую историю и так далее, и ты смотришь на свое вот эти вот три притопа, два прихлопа, ты такой, ну, наверное, я не пишущий бренд. Слушай, не пишущий бренд, вот что я тебе скажу, вот, и всем, кто думает, что вот я не умею писать тексты, или что нужно что-то сделать, чтобы этому научиться. Причем скажу вообще, из шапки сейчас ученого, мы обсуждали эту штуку с нейрофизиологами из лаборатории Черниговской, из ПБГУ. То есть, прямо вот посмотрели на это с точки зрения, когда мы готовили по нейрокоперативному конференцию, мы прямо взяли ученых, вот, и поковырялись у них в голове. По нейрокоперативному. По нейрокоперативному, да, да, да. То есть, это письмо, мозг, то есть, мозг, текст, бизнес, да, вот такую штуку мы объединили, проводили в 2016 году. Короче, история в чем, что у нас за области пишу, думаю и говорю отвечают как бы три разные области мозга, но мозг-то у нас единый. То есть, вот если она очень на пальцах, да простит меня, лаборатория когнитивных наук из ПБГО, то выглядит это примерно так. Я сначала рождаю мысль, то есть, я ее осознаю, вот, и это качество есть у всех. Ну, понятно, человек думающий, да, осознанный, значит, вы существуете, значит, я мыслю, следовательно, существую. Дальше, у человека происходит, я ее внутри, как бы, прописываю, то есть, вы можете ее на бумаге прописать, или мысленно, то есть, когда мы размышляем, это на самом деле, как бы для мозга называется, я ее, записываю, то есть, я ее воспроизвожу, мысль родилась, я дальше ее как-то фиксирую. Ну, и следующая, да, еще может быть, вершина айсберга, это я ее говорю, это когда я, вот, написанная, могу сказать, так, могу так, подача, харизма, да, это вот уже следующая история, тут уже еще лимбическая система эмоций подкрепляется. То есть, еще раз, я сначала ее осознаю, то есть, вообще, мой мозг такое родил. Родил мысли. Да, согласитесь, иногда нам даже странно так смотреть, особенно на свои прежние опусы, да, это я придумала, блин, как круто, неужели я сама это написала? Бывает, это другая история, что это не я, ребята там, да, ну, всякое бывает, да, ну, действительно, я это, как он мой отродил. Дальше, я это, как бы, описал, то есть, я это либо на бумаге изложил, либо орально, вот, это, ну, то есть, вербализировал. И это тоже важно, что кому-то дано, просто у кого-то развит, там, по системно-векторной психологии, оральный вектор, то есть, кому-то реально проще сказать, кому-то проще написать, обычно это тоже интроверт и экстраверт, но это тоже целая огромная другая область. В общем, друзья мои, подытожу, резюмирую это все, кому-то просто в детстве, там, поощряли, например, выступления, и проявления через устную речь, кому-то не поощряли, кому-то мама сказала, слушай, ну, из тебя писатель, хренов из тебя писатель, или там, Мария Петровна, ставила двойки по литературе, и у человека включился синдром самозванца, который с его умением писать вообще не имеет ничего общего, или он там ненавидит эту Марию Петровну и уроки литературы, считает, что писать это вот про то, а это вообще не про то, чтобы просто делиться своими мыслями, поэтому, резюмируя вот это все вообще, про умение писать, да, и про то, что сейчас востребовано вообще, будь то в инстаграме, будь то в статьях, будь то в книгах, на самом деле нужен реально живой, простой человеческий язык, опыт, мысли, это у вас 100% есть, если вы вообще слушаете подкасты Марии Азаренок, а также наблюдаете за ней, и уж, Маша, уж тем более у тебя, как у человека деятельного и реально лидера, харизматичного лидера, за которым следят большая часть нашего поколения, инстаграмного, если это есть, это просто нужно вытащить, активировать, вот, кстати, да, воспользуюсь твоим словечком, здорово было бы его применять к тексту, активируй свой текст, да, активируй свой текст, и я думаю, что проблема связана не с тем, что мы не умеем, а в том, что мы как раз думаем, и не даем себе вот этого позволения, то есть там скорее вот эта проблема психологическая, когда нам, знаешь, это так кастрировали, канальцы перекрыли. Я, кстати, сейчас с детьми читаю «Маленький принц», и вот там начинается же с чего? Начинается с того, что дети, это что, это шляпа, или это удав со слоном, да, 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 два рисунка, которые он нарисовал в 6 лет, и больше не рисовал ничего, потому что взрослые ему сказали, иди, и больше не рисуй. 100%, это вот про это. Отличный пример, да, спасибо. И вот он, кстати, на самом деле, действительно такая, видимо, была боль у него такая, что он про то, что я не рисовать, но я все-таки для вас нарисовал в виде исключения, а начать всю книгу лить мотивом, проходит вот эта вот боль из 6-летнего возраста, да, очень прям заметно. А дети спрашивают, а что он не рисовал больше, там, мог бы, да, да, почему он на классе, все нормально, да, да, все нормально, вот понятно, в общем, очень забавный, офф-топ. Мы показываем, я читаю, показываю рисунок, говорю, что это? А до этого там был рисунок змеи, и ребенок говорит, взрослый реально говорит, это шляпа, а ребенок говорит, это змея, а второй говорит, кто же там внутри, мама, а может быть там слон? Да, классно, классно. Они не знают сказку, как они считали, что это змея со слоном, и в этот момент, знаешь, мысль такая, они еще дети. Вот это вот детская непосредственность, провели параллель. Да, 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 все это там ограничивают человек убеждений, да. Да, да, да. Хорошо, окей, значит, начать и делать, да, вот это, вот и есть совет. Абсолютно. Начать и делать, и если очень хочется покопаться, то копаться вообще в психологии, а почему я думаю, что я не могу писать? То есть не предъявлять поверхностные предъявы, там, с вами текстом, да, или чего? Ну, хорошо, я тебе приведу возражение, например, я не вижу отклика на свои тексты, такие, какие бы мне хотелось. Например, потому что я-то уже знаю, много способов вовлечения, там, задай в конце вопрос, проголосуйте и так далее. Это уже отдельная история, как вовлекать аудиторию, например, в Инстаграме, но у новичков-то нет такого вовлечения, мне понятно, текст зашел или не зашел, вот как это понять, или как, что нужно сделать в тексте, вот давай, у тебя, это бывает, вот как создать цепляющий заголовок, например. Ну, самая простая штука, это добавлять драму и конфликт, ну, чтобы не говорить общими словами, рассказывайте истории, истории, это их наше все, потому что тоже все сейчас на этом трещат, на каждом углу, там, путь героя, все такое, вот драма и конфликт, то есть добавляйте плюс и минус, и это самая простая история, когда вы показываете не что такое гладенькое, сладенькое, и наоборот, не только там депрессивную, депрессуху, печаль, а чтобы было одно и другое, и это расшевеливает всегда читателя, потому что, ну, жизнь, она там не черно-белая, она радужная, там, сто оттенков эмоций есть разных, мы обычно умеем оперировать, ну, максимум питью, да, вот этот эмоциональный интеллект, читательный, его нужно расшевеливать, но через себя, то есть сначала вот из себя вытащить, потом через заложенную драму конфликта расшевелить, ну, хорошо, вот такая штука, еще сейчас быстро, очень интеллектарное, это решить задачу, да, то есть вот самый простой, цепляющий заголовок, когда ты объясняешь человеку, что он получит, вот на языке выгод, там, как нарисовать слона за 5 секунд, или как распознать в шляпе змею, вот, то есть человек сразу понимает, ага, у меня есть боль, проблема, как распознать змею, или там, что делать с этой шляпой, я вот отсюда получаю, здорово, если туда еще добавляется какое-то уникальное преимущество, там, например, за 5 секунд, как распознать змею в шляпе за 5 секунд, все, я понимаю, что это отличается от конкурента, который мне предложит, как распознать змею в шляпе за 25 секунд, вот, вот такие штуки. Хорошо, а вот, где, И как вот на огромном месте найти драму? Вот мы с тобой с людьми разговариваем, и я хочу выложить пост о том, что мы с тобой записали подкаст. Как сделать его через драму или конфликт? Вот практическое упражнение, давай придумаем, мне просто любопытно. Ну, смотри, вот я всегда, знаешь, хороший такой, как это сказать, лайфхак, да, или инструмент. Представь, что ты снимаешь кино. То есть вот что ты вообще, не мы с тобой, а мы некий третий наблюдатель. Это наш оператор, который смотрит на нас через глаз камеры. И представь себе этой камерой, что она видит? Например, одна девушка беременная и только ждет малыша. Вторая девушка с двумя взрослыми сыновьями. А у этой девочки девочки. Может быть, та всегда мечтала о сыновьях, и еще переживает, что она в этом возрасте всего лишь в положении начинающей мамочки. Ну, я, понятно, сейчас намеренно утрирую, да, или что там. Одна брюнетка, другая блондинка. У одной прямые волосы, у другой там кудри, да. Можно расковырять, что одна всегда хотела прямые, а вторая всегда хотела кудри. Иначе зачем она их завела? Да. Вот, то есть, ковырять нас. Идея. Одна за голос, другая за тексты. Вопрос, кто победит. Да, кто из них правее. Да, кто, кто правее. И вот в процессе дискуссии там жарко ла-ла-ла, а потом победила дружба. Да, да, да. То есть, искать конфликт нужно всегда с позиции третьего наблюдателя, когда ты смотришь объективно на одну и другую. Там, внимательный зритель, например, увидит, что там в чем-то мы разные, например, в чем-то у нас там разные, может быть, отношения к чему-то, да, или взгляд. И вот копать нужно всегда оттуда. Он всегда идет конфликт из ценностей и из ставки. То есть, какую ставку, ну, то есть, какая вот у героя цель, там, я пришла на подкаст, я хочу поделиться там своим, своей философией, да, своим видением. Ты пришла на подкаст, у тебя есть задача поделиться своей философией, своим видением, развлечь свою аудиторию, обучить ее, принести пользу с помощью спикера, да, каждый выполняет свою задачу. Но какая из этого ставка, например, ставка, это когда ты чем-то жертвуешь или что-то ставишь на кон. На кон. На кон, да. Например, я сейчас сдала своего старшего малыша в садик, чтобы взять себе это время, да, ну, и быть для тебя сейчас, да, бизнес-партнером, а не мамочкой, да, которая могла бы заниматься малышом. Ты, например, поставила тоже на паузу, например, там, рабочая встреча с командой, потому что понимаешь, что Катя может тоже, только в это время, и ты должна как бы поступиться, там, какими-то своими деловыми планами, да, чтобы успеть там вписать это интервью в график. То есть, вот на вот этих вот ставках ты можешь наковырять конфликт. Прикольно. То есть, круто. То есть, вот смотрим ставки, смотрим ценности, смотрим со стороны. Разницу. Объективную разницу. И вот на этом играем, но в конце обязательно всех мерим. Или не обязательно? Смотри, есть еще хитрый лайфхак. Перед, к самым концам делаем либо ложно-положительный финал, если финал все-таки будет отрицательным. Например, они поругались и вообще поспорили на тему личного бренда и разошлись навсегда. Тогда, это значит, когда в кино в голливудском за пять минут до финала все вдруг встречаются, и они должны уже пожениться, но баба в конце там раздается, не знаю, там, вой полицейской сирены, и всех забирают в тюрьму. Либо можно отрицательный финал, когда и вдруг взрывается бомба, и он там умирает у нее на плече, но пять секунд, и вот они уже сидят за общим столом на Рождество, счастливой семьей, ну и финал. Все хорошо. Да, то есть нужно еще вот эту вот как бы эмоциональную оттяжку сделать, да, тогда прям совсем круто будет. То есть это прям, тадам, вот такой вот скачок, да? Да, 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 да. И все это в посте в Инстаграм? Ну, ты знаешь, вот тоже, в посте в Инстаграм это 2200 знаков. Вот тоже цифра выдумана не случайно, понятно, что внимание там современного клипового мыслителя, да, там клиповое мышление у нас очень ограничен. В общем, заголовок полторы секунды, текст 2200 знаков, внимание на видео или вот выступление 15 минут, да, поэтому все выступления TED это 18 минут. Да. Вот, то есть понятно, это тоже нейрофизиология, с этим ничего не попишешь. Но я считаю, что все-таки жизнь слишком хороша, чтобы действовать только по правилам, вот, можно делать исключение. И я, кстати, сама как раз грешу постами на 4000 знаков, бывает у меня там посты, ну, я просто не могу сократить, вот. Поэтому хорошо бы знать эти правила, да, и укладывать, но иногда реально нужно больше места. Я, кстати, хочу сказать в тему Ютуба. Знаете ли вы лайфхак из Ютуба, что Ютуб ранжирует по популярности самые для него востребованные ролики, это ролики с самым большим удержанием. Поэтому, кстати, я хочу вас предупредить, если вы находитесь в этой точке сейчас, что в конце у нас будет для вас просто потрясающий подарок Екатерины. И узнаете вы его в самом конце этого ролика, так что оставайтесь с нами. Окей, хорошо, с текстами понятно. Теперь, окей, куда бежать с этими текстами? Хочу в Форбс. Скажи, вот я знаю, что ты выпустила суперрезонансную статью про как быть женой предпринимателя, да? И вот вопрос, это была твоя первая публикация в СМИ или нет? В СМИ нет. В СМИ нет. А Форбс да. Да, это абсолютный личный опыт, как я просто отправила статью и меня просто опубликовали, реально, можно сказать, я проснулась знаменитой. Очень смешно, многие наши друзья тогда и однополчане-сколковчане узнали, что мы в отношениях с Димой именно благодаря этой статье. Они не знали, что мы встречаемся с Димой в Двит. Да, да, да. Скажи, ну мы узнали о вашей свадьбе со страниц с Форбс, неплохо устроились, да, но по факту да. Хорошо, ну а как, я же знаю, что бывают истории, ты берешь статью и пошел с ней по изданиям, и никто не берет, такое же бывает? Бывает, да. Давай вот конкретно, вот предположим, давай на мне смотреть, я хочу Форбс, да, а что нужно делать, какой алгоритм? Вот я эксперт, я, предположим, я не очень популярный, но уже с таким небольшим применем, да. Ну вот конкретно тебя, да, посмотри. Давай конкретно меня посмотри. Да, слушай, у тебя вообще шансов 99%, я считаю, что у тебя должна быть своя колонка Форбс, если ее нет до сих пор, это просто потому, что Даня инвестировала время и силы, вот, ну просто там расставила другие приоритеты. Так что вот 100% благословляю, даю моральную интульгенцию, у тебя она 100% будет, правда, есть для этого все. Смотри, очень важно провести анализическую работу, вот обычно об этом там 90% начинающих авторов забывают. То есть мы не сначала пишем что-то, и потом ее пытаемся пристроить в Форбс, о, пожалуйста, возьмите меня. Другая история, мы сначала анализируем, что было сделано до нас в Форбс, какие темы реально пользуются популярностью, кто вообще писал на тему личного бренда. Ну вот мы знаем, например, когда вышла статья Маши Чеченковой нашей, да, общей знакомой, она брала и твой, и мой комментарий, как раз как от разных экспертов по личному бренду. Но писала-то она о теме личного бренда, вот, а значит ты смотришь очень тоже объективные показатели, да, количество шеров, просмотров, комментариев, то есть насколько вообще статья зашла. Ты смотришь, в какой рубрике она появилась, то есть та же статья, например, Марии Чеченковой, да, это была Forbes Woman или общий Forbes, как она формулировалась, да, какие аспекты затрагивала. Дальше очень простое упражнение по Wordstat, то смотришь статистику, то есть вообще число запросов, да, ты это смотришь для рекламы, для названия курсов, то же самое нужно делать для постов, например, в Инстаграме и статей, да, если ты хочешь сделать резонансные. Подожди секундочку, ты реально пишешь посты в Инстаграм на основе статистики запросов? Нет, нет, конечно, нет, то есть я, конечно, с другой позиции, да, мы сейчас говорим, а как начать, да, из чего, что делать первым, потому что, конечно, первое должно быть удачное, там, с редактором надо дальше вступить в контакт, он должен тебя полюбить, да, и, ну, там, первые две-три публикации, они должны быть хорошими, вот, чтобы дальше закрепилось имя, да, дальше, в принципе, ну, не то, что, конечно, можно писать все, что угодно, но можно дать себе волю, вот, и вот это стальное, аналитики, она, правда, очень часто опускается, на самом деле, она главная, ну, потому что, во-первых, ты должен быть интересен аудиторией Форбс, ты должен понимать, что вообще аудитория сейчас читает, ну, и третье, у тебя должен набраться материал для статьи, то есть, например, ты резюмируешь то, что сказали до тебя, или приносишь что-то новое, ну, то есть, вот то, что там в научно-исследской работе называется изучить предшественников, вот, изучил. Дальше, нужно изучить с точки зрения, как вообще принято писать Форбс, вот этот момент тоже часто упускают, то есть, ты не просто пишешь в своем стиле, как обычно, да, мы привыкли там в Инстаграме с эмодзи и буллетами, нифига подобного, мы открываем, прям прочёсываем несколько колонок, ну, можно прям взять там топ-30 самых популярных колонок Форбс, и смотрим, а как здесь принято, то есть, мы пишем сразу в стиле, да, ну, или адаптируя, или кого-то аутсорсим, чтобы он это потом причесал, чтобы и бедный редактор не продирался сквозь дебри наших привычных смайликов, да, а чтобы он увидел, как будто, ну, блин, автор молодец, автор сразу, да, написал, как будто бы, сюжет написал для Форбс, вот, и дальше я всегда рекомендую брать вот самую свою уверенную тему, вот то, от чего ты сам кайфуешь, потому что очень важно, из какого потока и состояния это написано, то есть, если вот, ну, всё, мне нужно написать статью Форбс, блин, это там невыносимая трудность бытия, ничего не получится хорошего, нужно, наоборот, сделать этот, как говорит Тим Феррис, it was easy, то есть, если бы тебе было легко и прикольно, и обычно это та самая тема, от которой тебя всегда драйвит, штырит и всё такое прочее. Четвёртая штука, тоже пункт, что есть определённые вещи, которые всегда, везде заходят хорошо, там, будь то Форбс, будь то другой деловой СМИ, ну, и даже развлекательный, да, те же истории, ну, по бизнесу, это называется кейсы, когда ты заходишь через живое, да, вот что-то, да, не теоретичное, то есть, там было, трансформация стала, и у тебя для этого куча материалов, ты просто берёшь истории своих клиентов и рассматриваешь на их примере, там, три истории становления личного бренда, или было, стало. То есть, как личный бренд в нише, там, внутри циологии позволяет вырасти в 10 раз, там, за полгода? Да, 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 и пятый пункт, я бы сказала, такие уникальные особенности, которые тоже стоит учесть, делюсь прямо секретными секретами, например, есть большой Форбс, То есть, нет, давай ещё выше зайдём, есть печатный Форбс, есть онлайн Форбс, в онлайн Форбс попасть гораздо легче, потому что у них есть история Форбс Контрибьютор с ведущей колонок, и они очень открыты, потому что информация на сайте должна обновляться регулярно, да, и они гораздо более открыты вообще к новым авторам. Значит, есть глобальный Форбс, то есть большой, а есть Форбс Лайфстайл, Форбс Спорт, Форбс Вуман, и туда попасть тоже гораздо легче, но просто потому что низшая аудитория женщин, ты женщина, они всегда хотят, тема личного брендинга тоже сейчас популярна, они просто сами на самом деле хотят тебя взять, просто ещё, значит, вы по какой-то причине не знакомы. Друзья, если вы из Форбс, и сейчас смотрите на меня, понимаете, что вы хотите меня взять, самый момент написать моему PR-менеджеру на PR-собака-заренок-про.ком, если вдруг я ещё не у вас. Да, да, дальше, сужаем воронку, да, есть темы, которые тоже всегда заходят на ура, это темы конкретные, инструментальные, то есть там 5 лайфхаков, как попасть в Форбс, или как женщине внутри циологии выйти там на площадки и телек. Почему? Потому что она подаётся в форме кейса, с которым, с МО, то, что мы говорили 10 минут раньше, ты можешь сравнить и просоциировать себя и свой опыт, то есть это не какой-то там отдалённый, да, вот своя девчонка, да, там рубаха парень, у которого уже получилось. Да, и в каких нишах можно через Инстаграм продавать на миллионы? Да, например, например. Ну, Форбс это скорее бы сформулировал так, но это тоже увидишь, когда будешь надежать в заголовке. Самые прибыльные ниши для продвижения в социальных сетях. Да, да. Ну, то есть это просто уже... Ну, глаз намётан уже. Слушай, а ты когда писала вот статью про... вот как она к тебе пришла? Мне просто интересна история этой статьи. Или ты просто поняла, что я живу в этом и странно про это не написать? Да нет, конечно, но, конечно, есть история, и как раз правда жизни, а как появилось вообще всё это при «Поблести скул» была в том, что у моего мужа Димы Юрченко был первый бизнес «Кнопка жизни», на который оказался очень сложным бизнесом, нужны были инвестиции, вообще подтягивать как-то штаны после выпуска «Исколков». Это же всё ушло на программу MBA, год проживания без работы, это же full-time MBA, то есть ты 16 месяцев учишься, и ниоткуда денег не получаешь. И нужно было как-то дальше поддерживать штаны, а мы поняли, что очень хорошо поддерживать штаны пиар. То есть если мы об этом рассказываем, вот, и вообще всячески появляемся там на конкурсах, и как раз тогда приходят всякие ангельские инвестиции, да, и всё это здорово покупается. Почему ты так делаешь? Ну, потому что я так делала. Про это можно отдельный подкаст записывать, ангельские инвестиции. Ангельские инвестиции, да, которые потом не всегда ангельскими, но это другая история. В общем, и мы вписались в школу миллиардеров Forbes, кстати, абсолютно законный, гуманный способ попасть на страницы, приходите со своим стартапом, начинающимся бизнесом, главное, чтобы там был соблюжён ряд параметров, вам было не больше 33-х, по-моему, вы были в бизнесе не больше 5-ти лет, ну, в общем, это какие-то очень выносимые параметры, которые вас могут туда взять, и денег они не дают, но они дают площадку, то есть, собственно, возможность ввести свой блог как раз в Forbes и реально получать это публичное внимание и пиар. Вот мы так получили свою возможность, вышли в полуфиналисты, заняли потом второе место в своем этой жизни, и нужно было писать в этот блог. И как ты думаешь, кто писал эти все статьи? Я уже знаю. Да, на самом деле мы как раз в хорошем тандеме работали, потому что Дима всегда давал смыслы и набрасывал идеи, а я потом делала бантики, украшала, добавляла тот самый грабный конфликт и прекрасно, значит, подавала патроны в прямом смысле. И в какой-то момент у нас просто не хватило материала, вот, и Дима спросил редактора, а можно ли, чтобы мы немножечко рассказали о бизнесе, но через другую тему, ну, редактор, который его курировал. Редактор еще не знал вообще нашей глубокой идеи, но и, в общем, подсунул эту статью, которую мне в тот момент написал. Статья так называлась, как я вышла, как я стала женой стартапера и что теперь с этим всем делать. И, по сути, рассказывала же про кнопку жизни и про жизнь стартапера, но просто через глазами жены. И редактору показал, что это прикольно, такая тема, это хайп, но это было там больше пяти лет назад, еще никто не хайповал о том, как я стала женой мужа и все такое. И тема стартапа была очень в моде. Ему показалось, что это просто альтернативный взгляд, и он пропустил. И все, вот я в Форбсе. И это, конечно, такая очень счастливая история, потому что для меня самой, как раз к вопросу про синдром самозванки, самозванки, это было сразу такое, очень много звездочек на погонах, то есть очень сильно меня поддержало, что вообще нифига себе, это возможно. Помнишь такое состояние, когда тебе сказали, что это будет возможно, что ты сделала? Ты сделала, ес! Или ты такая, какой тебе вариант? Да, была бы я умнее, я бы сделала, как настоящая девочка. Или пошла бы, не знаю, подарила бы себе визит в салон красоты или съела бы шоколад де торт. Вот, но я тогда просто решила, ну класс, вообще вот здорово, затаилась и начала ждать. Сейчас бы, конечно, я стала бы действовать совершенно в другом. Во-первых, я бы подогревала аудиторию, что у меня выйдет статья Форбс. Я бы вообще собирала голосовалку в Инстаграме, как вы думаете, на какую тему будет моя статья Форбс? Потом я бы делилась, вот, вышла моя статья Форбс, поширьте ее, полайкайте, я записала бы подкасты или там видео с редактором Форбс и сделала бы из этого еще мини-курс. Но тогда я была корпоративной мышью, которая не занималась созданием личного бренда и не знала, что с этим делать. Это вот сейчас, кстати, друзья, это вот гениальный простейший алгоритм, который, в чем его гениальность? В том, что, по большому счету, это искусство рассказать про то, что с тобой происходит. А почему простейший? Потому что это просто нужно делать. Вот, как бы, это никакой... Это вот на самом деле искусство в том, чтобы начать рассказывать. И в процессе рассказа с разных сторон у вас будет получаться все лучше и лучше, все вкуснее и вкуснее, сказала Заренок, который не пишет тексты. Делает много другого. Делает много другого. И поет сильное в другом, а колонка Форбс у себя таки будет. Вот, кстати, давай, вот, публичный коммитмент. И что мы с тобой сделаем, когда это таки выйдет? Съедим шоколадный торт или пойдем на спа-девичник? На спа. На спа, давай. На спа, все, договорились. Да, все договорились. Так что спа с какими-нибудь халатиками. Да, да, да. Отлично. Следующий пункт. Давай по нарастающей у нас тексты, СМИ, книга. Да. Ты тоже об этом говоришь, ты тоже об этом обучаешь. У тебя бестселлер, причем второй, да? Вообще, ну вот, как сделать книгу? Я сейчас тоже, давай, вот, опять же, я свой пример. Я сейчас пишу книгу, которая должна в ноябре, я уже себе, выйти. Она еще не написана вся, и меня периодически, я страдаю, хожу по квартире, ем яблоко, потом печеньку, потом я ухожу, ну, понимаешь, то есть, короче, хожу вокруг стола. Да, да. Расскажи, как это делать? Как вот эту, как вот книгу? Это же книга, это вон, друзья, посмотрите, сколько это текста, пользы, примеров, всего. Это книга, это вот-вот. Да, слушай, очень банальный ответ, но если вкратко, то начни сделай, то есть, открой, начни писать, и что-нибудь как-нибудь сделается. Есть вообще два подхода к написанию книги. Значит, первый подход, он из таких стародавних времен, как писали обычно книги, вот все художественные и поэтические авторы в сегменте фикшн, выдуманной литературы. Просто начни писать, как-то набрасывать, значит, вот у тебя там герои, сюжеты, как-то тебя засасывают, но очень легко уйти как раз там 20-летнее, 30-летнее написание книги, или там писать в стол, никак с этим не выйти. Современный способ написания книги. Сначала пишем оглавление, то есть, содержание, да, как будто уже все зафиксировано и готово. И от этого начинаем писать, не обязательно с первой главы, я, например, всегда своим авторам говорю, не начинайте с введения, ни в коем случае не начинайте писать с первой главы. Пишите с того места, которое у вас тоже очень прям штыри, да, нравится, чтобы вот эту себе мотивацию на первом этапе задать. Вот, и потом вы просто, как бы, по пунктам, по сути, создаете свою книгу, но у вас уже есть скелет. То есть, очень важно, чтобы вас этот скелет держал, потом можно наращивать мышечную массу. А как же, вот смотри, вот, допустим, бизнес-литература, это более сухой язык, да? А вот все-таки цепляют истории, вот эти вот перевороты, там, драма, конфликт. А как в бизнес-литературу вводить драму и конфликт? Пишите бизнес-литературу языком метафоры сторителлинга. То есть, на самом деле, самый простой совет, это расскажите всю теорию через кейсы или через сторителлинг. То есть, так она запоминается лучше, она подключает как раз эмоциональный интеллект, и поэтому человек, скорее всего, будет вспоминать потом не правила семи ножниц, а как этими семью ножницами порезали один лист бумаги, если ты предварительно рассказала историю. То есть, на уровне образного стасильного мышления, конечно, мы вкладываем больше, даём. Если ты откроешь любую бизнес-литературу американскую книжку, что там? Там какая-нибудь Ла-Лайла про то, как Гарри встретил Салли, пошли они вместе. Обычно этому не очень веришь и понимаешь, что вообще автор это всё выдумал из пальца, и какой-то там баян. Но восприниматься это реально на уровне мозга и лучше. Я, кстати, вспомнила, что, допустим, книжки типа «Пёс по имени Майи», вспомнила, мы на скорочтении её проходили, я помню сюжет, это книжка по детской финансовой грамотности, такая тоже американская. А вот, например, «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, вот там нет каких-то героев и нет сюжета. Да как же, там же бесконечно Стивен Кови рассказывает о своей семье. Если ты посмотришь «Семь навыков высокоэффективных семей», это гораздо менее популярная книга в России, а при этом на Западе она, на самом деле, чуть не более популярная. Я даже не знаю, что она существует. Представляю, вот я тоже, да, она была издана в России всего один раз, видимо, провалилась. Вот, ну вот я всё-таки отхватила экземплярчик, на мой взгляд, очень занудно, это моё личное мнение, но состоит она исключительно из истории его семьи, у него же семь детей с Сандрой, и вот, значит, он на примере всей книги рассматривает эти семь навыков через истории. Вот, в «Семь навыках», ну, которые оригинальные, на самом деле, там тоже много его семейных историй как раз, да. Но я не знаю, почему ты… А знаешь, почему я не помню? Я ответила, потому что нет связующего героя, который прошел от начала до конца. Да, верно, верно, верно. Потому что, знаешь, иногда, допустим, я вспоминаю книгу, если там есть герой про трансформацию, которую он прошёл, даже взять, недавно было мероприятие «У людей дела». Они сделали такой бизнес-форум в формате сторителлинга, то есть они взяли героя, которые провели от момента поиска ниши до момента, ну, как сложности в бизнесе, там, ухода персонала, там, медные трубы, вот все эти сложности он проходил. И ты знаешь, я не всех помню спикеров, я не все помню темы, но я помню, что был герой, и если там внутри мне это казалось забавно, ну, смешно и местами глупо, то в итоге я помню историю, и из всех бизнес-форумов этот запомнился мне больше других, понимаешь? А знаешь, почему? Потому что современный читатель, он же зритель, он же слушатель, ищет шоу, интертеймент, и вот можно я покажу? Вот смотри, вот даже как оформляют издательство книги, да, это вот не моя придумка, это издательство само. Во-первых, есть вот такая вот, значит, штучечка, которую можно подёргать, пощупать, вот она здесь так, значит, прекрасно ложится, да, конечно, это сразу тактильная, да, потом, смотри, какая верстка, значит, вот здесь, например, внутри, да, вот такие вот отбивки, врезки они называются, другим шрифтом, значит, с такими разделяемыми акцентами, есть разные, например, там шрифты, да, инструменты флипа влезти, вот там дальше будет масса табличек, то есть ты даже в процессе упражнений, да, вот куча, вот, например, таблички, да, если даже в процессе чтения получаешь некие ещё другие, вот, прямо эмоции, впечатления, чем если бы это был сухой текст. И сейчас вообще вот как бы в книгоиздании тема, даже не редактуры, а вот это называется визуальный рельеф текста, то есть верстки, да, как у тебя, ну и там, естественно, иллюстрации, если иллюстрации допустимы, вот, они, конечно, очень много значат, вот, потому что... Эдотеймент. Да, да, эдотеймент, читателю нужно шоу, и то, о чем ты говоришь, да, вот люди дела, они, по сути, устроили тебе шоу, то есть ты была на перформансе, который как бы был про бизнес, но на самом деле про гораздо более, я думаю, разные смыслы, и это то, что делают сейчас Атланты, и Winning the Hearts, и, ну, вообще, все лучшие форумы, которые действительно запоминаются, вот, потому что они цепляют эмоционально, так сильно. Да, 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 и причем удивительно, внутри ты сидишь и хочешь быстрее суть контента, у спикера, но залипаешь, потому что, ну, мы люди. Да, а потом вот эта вот смена декораций, стихи, крылья чьи-то там полетели, да, такая история. Хорошо, твой бизнес теперь, миллионные обороты, у вас, на сколько, 15 продуктов в линейке, да, более трех тысяч выпускников в год, да, то есть внушительные цифры и так далее. При этом я вижу, ты, вы живете там, живете здесь, там, тусуетесь, отдыхаете, интервью, дети, семья, любовь, то есть ты успеваешь. 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 Я знаю, что в бизнесе есть лайфхаки как, например, вот в инфобизнесе есть такая штука, как автоматизация. Можешь показать изнутри? Многие просто, знаешь, я знаю, что многих девушек, а все-таки у меня по статистике 70% это женская аудитория, есть вот это внутреннее ограничение, а как я вот буду масштабироваться, я же не справлюсь. Друзья, вот есть масштабируемый, большой, успешный бизнес у человека бренда. Давайте посмотрим изнутри, как вот, что, какие инструменты тебе помогают внутри этим бизнесом управлять, успевать, что-то отдавать. Как у тебя внутри устроено это? Вот смотри, мне кажется, ты сейчас спрашиваешь, у меня такой главный лайфхак или инструмент, или такой вот ароморфоз вообще в природе, когда там эти ракообразные вышли на сушу, сбросили панцирь, вот я говорю, да, у меня тоже такой момент был, и стали принципиально другим видом животных. Значит, у меня вот случилось, когда я в голове поменяла установку, и вот это, кстати, прекрасно излагает, рассказывает Тони Робинс, он делит на три категории. Автор, он же художник, эксперт, окей, там автор проекта, либо координатор, профессиональный директор, управляющий, то есть тот, кто может управлять каким-то проектом, связывать людей между собой, для него самый важный мотив это отношение, команда, эффективность, вот эта история. И предприниматель, ну он же стартапер, то есть кто-то, кто начинает, он же гринфилдер, кто как бы начинает что-то, драйвит, задает энергию, там с двоечки доводит до троечки, потом, в принципе, может бросить и начать как бы следующий проект. Ты знаешь, я очень долго жила, ну сначала, когда я еще там работала в корпоративной работе, я считала, что я очень классный профессиональный директор и управленец, вот, что мне какой проект там не дайли, какой сферой не займись, у меня все классно получится. Да, я просто, ну, талантливая, это объективно, да, мне какие-то вещи лучше удается, чем другим. Но я нифига не управленец, я от этого устаю, я выжигаюсь, и главное, для меня очень важно владение своим. Вот это был мой первый аэромархоз, то есть я поняла, что я на самом деле собственник, что я хочу владеть своим, я нифига не могу на корпоративной работе, потому что я не могу работать на чужую миссию. Вот у меня такой вот шифт произошел 27 лет, когда я ушла из корпорации. А вот скажи, вот это же уход, вот давай, потому что мы потом к этому уже не вернемся, шифт, уход из корпорации, а вот от момента осознания до момента ухода, сколько времени ты вызревала? 10 лет, Маш. Ой. То есть я в 17, ну, в 18 лет пошла работать, да, на втором курсе, у меня прекрасная успешная 10-летняя карьера в корпорации, но при этом я всегда шла туда с пониманием, что когда-нибудь я буду заниматься своим делом. У меня скорее, я думаю, наступил ранний кризис 30-летних, сказка о потерянном времени, когда я вот там, ну, на рубеже 27-28 лет у меня была, я подумала, блин, нафига я теряю время? Ну, и слава богу, сказала тогда, если еще нет детей, да, иначе было бы совсем сложно, я могу еще, да, вот эти вот решения поменять. Нафига я теряю время, если я все равно понимаю, что я буду заниматься своим. Вот, и я ушла в свое дело, но, на самом деле, никуда, никакого тогда своего дела у меня не было. Были бесконечные эксперименты, как бы, мы еще не знали вообще там ни инфобизнес, ни онлайн образование, тем более ни онлайн школа, вот, проводили какие-то марафоны там осознанности. Вот, первые. Я, кстати, насколько я помню из истории, у ребят еще была какая-то студия йоги или что-то. А, да, да, то есть, это все перед период экспериментов, да, но все это очень помогло потом масштабироваться. Да, это к вопросу о тестах гипотез, да, предпринимательство, вот у нас было в интервью с Таисией, она эту фразу озвучивала, есть там смысл согласно, постоянный тест гипотез, да, и потом этот опыт вы уже, скажите, капитализм. Да, 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 приметили на другой, знаешь, мы говорим, не было бы у нас студии, не случился бы у нас остров, не случился бы у нас там необитаемый остров, не случилось бы у нас потом стабильной онлайн школы, потому что все там воронки, лид-магниты, конверсии и даже вебинары мы тестировали вот в процессе, да, и проходили. Ну, в общем, и вот у меня случился первый ArmanForce, а потом, спасибо великому Тони Робинсу, что так классно все систематизировал, когда уже была своя онлайн школа, когда у нас была команда, уже там не хухры-мухры, команда, полно 11 человек, я очень долго, ну, игралась и искренне думала, что я на самом деле предприниматель, то есть, что я как раз могу запускать новые продукты, там делать вот эти лунчи, там бесконечно, значит, выступаю HR-ом, сама своим командам и там задаю им какой-то моральный дух. Пока я, и, кстати, это интересно, вот психологически, да, у женщины было связано как раз с рождением первого ребенка, то есть я, ну, вот, войдя, можно сказать, декрет, ну, в смысле, родив уже малышку с ней на руках, я поняла, что, блин, я нифига не предприниматель, что мне как раз это страшно всегда, чуждо, и я и боюсь рисковать, я не хочу, и мне вообще уютнее, вот в шкурке просто пишущего автора или, там, читающего вебинары, самый главный кайф, и вот в своем потоке я нахожусь тогда, когда я просто рассказываю, делюсь, когда я, ну, так скажем, лицо школы, да, или когда я профессионально работаю личным брендом, в команде мы называем торговать лицом. Профессионально работаю личным брендом. Да, вот сказала сейчас, самой понравилось, да, но это так, и ты знаешь, вот в этом мне очень хорошо, то есть весь наш вообще, там, рост и какая-то, знаешь, упорядоченность структуры как раз пошла после того, когда я вот как глава, да, как человек, который у руля этого всего, назвала себе, ну, своими правильными именами, да, искренне призналась, что не, ребят, я вот не про финансы, там, бумажки, да, и не про планирование новых курсов, отдала это тем, кто действительно от этого кайфует в команде, то есть по скрипту, да, правильно делегируйте, правильно выбирайте людей, там, ну, есть у меня сейчас еще один инструмент, поделюсь, да, без которого мы бы точно не выжили в течение стольких лет, и заняла осознанно нишу, когда мне, моя команда, ставит ТЗ и заказывает, вот я там в пятницу весь день проведу на съемках, я пишу видеоуроки, потому что есть человек в команде, наш профессиональный директор, который это понимает, там, видит стратегическое видение, план, и я просто иду исполнять, буквально по договору ГПХ, и мне в этом кайфово, потому что я красиво накрашусь, красиво оденусь, да, много пользы, пойму, что эти видеоуроки останутся после меня и будут жить, и помогут другим людям, и каждый действует на своей роли. Что нам очень сильно помогло, лайфхак пришел от Юры Беланоченко, владелец, основатель сети Baby Club, который притащил нам, как в момент, книжку правила прибыльных стартапов Харни Берниш, ой, то есть Верна Харниша, да, Верна Харниша, из которого мы подчеркнули ритм планерок, Митинг Райфман называется, то есть, что команда должна вообще звучать, как оркестр, должны быть такие, сильные тона, например, раз в год, да, это годовая стратегическая сессия планирования, квартальные, такие, полутона, и ежедневные, пам-пам-пам-пам, то есть, идея в том, что вы постоянно общаетесь просто по разной, как бы, методологии, по разной системе, ну, то есть, например, есть же утренние планерки, это, там, может быть, 10-15 минут, недельная планерка, это полтора часа, это окей, квартальные, это уже три часа, вы собираетесь всей командой, желательно в каком-то физическом месте, да, и еще какие-то дополнительные эмоции подключать, там, менять пространство, а годовая, это прям вы выезжаете, как там стратегически стратегируете пять дней без перерыва, например, и вот у нас реально там, сначала были планерки в 10-10, потом в 9-09, вот сейчас 8-28, вот, и это реально каждый день. 8-28, да. В чем прикол? Прикол в том, что к неровному времени у тебя никогда нету экскьюза опоздать, просто вот попробуй потестировать в реальной жизни, вот назначь следующую консультацию с клиентом, там, не на 19-00-19, а на 19-19. Профессиональные рекрутеры пользуются этим лайфхаком, это я там из своей рекрутерской практики помню, чтобы показать свою значимость кандидату, и еще ставят поменочку в резюме, значит, вот я пригласил на 19-25, если этот мерзавец задержался хоть на 5 минут, то я ему сразу ставлю жирный неот, а если пришел заранее, там, то вот, значит, плюсик. Вот, но кто меня это вычитал как раз у Верна Хармиша, что никогда сотрудник тебе не скажет, я стоял в пробке, или там, я слишком долго принимал душ, он будет 8-28, потому что это реально дисциплинирует. Лайфхак. Да, да, это реально очень помогает. То есть, и вот вам помогло задать этот ритм, то есть, ты поменяла роль свою, осознала, да, и вот задала определенный ритм. Да, да. Ну, плюс надо понимать, что у нас есть объективная сложность, она же, конечно, и легкость с тем, что все сотрудники у нас работают онлайн. Да, у нас тоже. Да, то есть, у нас нет офиса, мы видим друг друга от силы, ну, когда мы в Москве, конечно, чаще стараемся раз в две недели, но вообще, в принципе, нормально, что это два раза в год, вот когда мы собираемся на какие-то стратегические выезды, как раз вот на эти сессии, вот, кого-то вообще ни разу не видели, да, если человек, например, там только присоединился, год проработал, мы его никогда не приглашали. Мне еще интересна, знаешь, внутренняя кухня, вот я поняла, ты поменяла роль, это одна история, да, ты задала ритм, другая история, а вот все-таки ки-лайфхаки есть сегодня в бизнесе, которые позволяют автоматизировать и достать себя из бизнеса. Может быть, вы используете какие-то там технологии или еще что-то? Ты знаешь, у меня есть убеждение, что технологии технологиями, но все равно недооценивать людей совершенно нельзя, то есть все равно все происходит через живое общение, ну, до тех пор, пока мы не совсем роботизировались, но я думаю, до этого еще очень далеко. И я прям вкладываю в отношения, не в людей, я думаю, что мы недодаем как компания из точки зрения обучения, мы могли бы поэффективнее как-то развивать, и там персонал девелопмент план, личный план развития сотрудников устраивается, персонал девелопмент план, да, рекрутинговая карьера, это не прошла мимо меня, но при этом вот эмоционально, например, я всегда в курсе того, что происходит у людей, почему он там переживает, я могу соотнести как-то его печальное соотношение там с тем, что что-то болит или что-то в семье происходит. И вот мне это в кайф тоже, то есть я там себя не насилую тем, что вы знаю про то, что происходит в жизни, мне это искренне интересно, и вот мне кажется, это такая важная штука, которую нельзя недооценивать. Вторая штука тоже про технологии вообще онлайн, то есть тоже мы какое-то время жили в парадигме, что вот онлайн это прям все круто, совсем можно там закрыться на необитаемом острове, совсем не появляться, и тоже в какой-то момент сломались об это, поняв, что и в любой онлайн-школе должно быть идеально модель blended learning, когда есть смешанное обучение, ты и оффленизируешься правильно, и тоже там в живом контакте все-таки доносишь людям. И в то же самое время ты держишь максимальную вот эту онлайн-константу, чтобы позволить себе чувствовать себя как-то легко и свободно. Мне кажется, здесь самое главное – это баланс, то есть прям вот чувствовать, то есть не уходить в радикализм, как было у меня, то есть я прям вот ошибочно, мне было все, мы весь онлайн-били, все, мы все автоматизируем. Вот, и вот учитывать фактор людей и фактор того, что нужно вживую еще в любом ином среде. То есть вы это делаете через проведение каких-то больших мероприятий, вот для Валушки, когда у вас была конференция. Да, ты знаешь, мы делаем через полуживых, вот у нас, например, есть такой формат free publicity talks, когда мы приглашаем тоже успешные кейсы, те, кто у нас выпустил, сколько у нас получилось, например, я написал книгу, там, я получил статус бестселлера, я там опубликовал 128 статей или там увеличил заработок 10 раз с помощью публикаций. Они просто рассказывают, как у них получилось. И в конце у нас один из лидеров команды и бадди отвечает на вопросы очень долго, час, полтора, два, просто в свободном формате. Мы ничего не продаем, никакие там стройные линдмагниты, хвосты и связки. Мы просто это проводим. Вот раз в две недели free publicity talks, это такой аналог TED у нас. То есть если у тебя есть чем поделиться, ты можешь прийти и рассказать о своем опыте. Классная штука. То есть человек, кейс выступает, рассказывает, делится опытом, бадди отвечает на вопросы, у нас это куратор называется, и аудитория наблюдает. Да. Ой, очень клево. Но это происходит в онлайн формате. Да, я поняла. Да, это один. А второй, да, живые встречи, вот большие мероприятия мы делаем, ну там, когда-то большие, когда-то не очень большие. Хорошо. И вот давай, вот под финал нашего интервью, такая тема, как многие говорят, непростая тема, то, с чего мы начали. Мы два эксперта с тобой по личному брендингу, вот мы сидим друг напротив друга, ты на моем канале, да, я у тебя на конференции, ты у меня на конференции, да, потому что я выступала у Катерины как раз на живом, как-то бренд-бустер это называлось, в Алуште, Екатерина выступала на онлайн-конференции по личному брендингу, будь брендом, просто фантастическое было выступление, как раз такие протексты, там было столько контента, то есть просто, Катя, знаете, какую скорость ты говорила? Она говорила вот так вот, быстро-быстро, знаете почему? Потому что ей хотелось поделиться информацией, у нас люди просто скрины, 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 понимаешь? То есть это прям, знаешь, как польза из пулемета, к вопросу о готовности share, и тут есть два аспекта, во-первых, как ты думаешь, вот я сейчас уберу свою позицию, почему нам не страшно взаимодействовать в таком открытом ключе? Вот нам же, если бы нам было страшно, нет, вообще не страшно, почему так? Ну мне кажется, это прям уровень осознанности, зрелости, то есть мы исходим из позиции делиться и вместе расширять пространство, то есть нет ощущения внутреннего дефицита, ведь конкурируют и делят те, у кого чего-то в дефиците, это вот как, знаешь, мне раньше было непонятно, как-то, если иметь больше одного ребенка, как я смогу любить второго, там, или может быть третьего, вот сейчас я жду второго, и я совершенно понимаю, вот есть отдельно у меня вот здесь любовь, есть трое, то есть видимо сердце, оно увеличивается просто, и ты как бы любишь всех без прерыва, то есть я понимаю теперь, как у мамы, может быть, пять, шесть детей, и она действительно каждого любит, то есть это вот история про то, что не делится, а оно увеличивается, растет, какая-то ментальная парадигма, ну просто вот мы в таких ценностях, это если говорить про такую, наверное, психологическую базу, если говорить инструментально, Маш, ну мы же трудяшки, вот объективно, да, то есть мы просто реально много делаем, и вот честно, у меня там, ну не хватает времени даже, я уж не говорю о том, чтобы энергии или сил, вот на кого-то там смотреть, знаешь, как там завидовать, там считать чьи-то там, чужие рейтинги, вот у меня хватает сил радоваться, то есть я смотрю, а заредок отдыхает, ну это же круто, это здорово, что ты можешь себе это позволить, ты знаешь, что бизнес построен, система отлажена, команда может подстраковать, а заредок запускает новый курс, классно, молодцы, это значит, что вы увидели тренд, увидели, я могу сама у нее чему-то поучиться, то есть хотя бы тому, что вот этот тренд есть, а мы еще там даже репу не почесали, что можно действительно туда как-то посмотреть или инвестировать. Кстати, то же самое, когда мы увидели ваш текст-драйв с призами, у меня партнер говорит, слушай, но она справила такое параллельное, говорит, есть же бенчмарк в нише правильное питание бешеная сушка, где разыгрываются призы. Ровно ее мы и держали за бешеной, абсолютно. Я просто не очень сильно слежу за этим проектом, а она прям, она участвовала там и так далее, она говорит, о, так это же бешеная сушка для текстов. Я такая, да, абсолютно. Она говорит, да, она считала просто идеально правильно, да, за модель мы взяли ее. Очень клево, она говорит, слушай, призы, я говорю, так, Катерина говорит, не в этом году, никаких призов в этом году. То есть мы, классная идея, геймификация, да? Да, геймификация. Я очень боялась с точки зрения маржи, что мы все деньги спустим на паковку банкбуков, роликов и так далее, да, но в итоге, на самом деле, действительно работает. Да, круто. То есть, такой очень массовый продукт за короткую стоимость. Так, вот, хорошо, я здесь, кстати, свое мнение скажу, когда ко мне приходят со страхом конкуренции, мне кажется, что в том числе наше понимание, оно все еще базируется на понимании собственной уникальности. Понимаешь, мы же понимаем, чем мы отличаемся, и хоть у нас аудитория пересекается, есть мои студенты, которые сегодня обучаются у тебя, наверняка есть твои студенты, которые обучаются у меня. Как я на консультации к тебе отправляю. Да, кстати, да, на консультации. И понимаешь, но при этом, когда ты понимаешь, на чем ты стоишь, куда ты идешь, тебе становится менее страшно, потому что ты себя понимаешь. А вот в тот момент, когда ты в безсознанке где-то гонишься за какими-то рейтингами, статусами, немножечко подмыливаются у тебя взгляд на своей позиции, вот тогда может возникнуть страх. Классно, спасибо, что рассказала, да, потому что если бы ты не сказала, я бы тебе сама задала депутат, да, очень классно. Хорошо, будешь, если ты у меня спросила. Но тут есть еще один нюанс. Сейчас на рынке появляется все больше экспертов, и некоторые каждый день. И некоторые эксперты, которые в кавычках эксперты, ну я их назову как, вот есть подражатели, есть люди, которые вдохновляются твоей историей успеха, тоже идут в эту нишу, а есть люди, которые просто берут твой контент и выйдут за свой. У тебя есть такие? У меня есть, знаешь, в моем поле появляются, например, люди, которые, ну в целом, есть в пространстве, и вот вчера он там, ну не знаю, занимался грузовиками или стройкой, грубо говоря, сегодня он эксперт по личному бренду, завтра он рассказывает, как построить вот мою школу. Да, вот я про таких людей говорю, и при этом он берет там твои материалы, у меня есть люди, которые делают курсы с такими же темами. Да, я помню такой пост, да. Нет, просто у меня таких, знаешь, у меня последний специальный отдел мониторинга, и они просто мониторят, ищут, и сразу просто скрины кидают, и когда я вижу каждый день нового человека, у которого название, фамилия, про, и контент... Маша, знаешь, что это такое? Это популярность. Это популярность. Да, вот она объективная обратная связь, да, с которой я говорила сегодня, да, вот она человек-бренд. Хорошо, как ты справляешься с этим? Потому что одно дело, люди идут и создают свое, и я понимаю, что они дают пользу, потому что они по-своему смотрят на эту тему, они отличаются, они ищут себя. А когда люди просто копируют, дерут, я понимаю, что с точки зрения там есть карма, не карма, но ведь есть люди, которые соприкасаются, помнишь, мне говорили, почему люди третьей категории, они не понимают, как делать личный бренд. Они идут к экспертам, которые не понимают, как сами, которые у самих тысячи, полторы, две тысячи подписчиков, идут, пробуют технологию активации бренда, у них не получается, они такие, это не работает, эта шляпа. Получается, это вред? Да. Как реагировать? Смотри, у меня два ответа, вот один ответ от Кати Человека, второй от Кати Основатель онлайн-школы, да, и как совет таким же владельцам онлайн-курса или технологий, которые копируют. Сейчас вот я как человек скажу, я лично не парюсь, то есть правда, я предпочитаю вот это все не впрягаться, ну, потому что я лучше отдам энергию в какое-то позитивное русло, иначе оно, знаете ли, затягивает, то есть я просто туда не включаюсь, и ну правда даже не смотрю, и ну не реагирую. То есть у тебя мониторинг не проходит такого плана? Ты знаешь, нет, может мне нужно отключить его? Может надо сказать, ребята, все, закрываем этот чатик, больше ничего не мониторим? А скажи, а ты к этому пришла, как, догадалась или грабли? Ну скорее грабли, да, я просто очень переживала, да, и у меня были истории еще там на самом первом параде, когда мне прям писали, честно, там мои выпускники, мы тогда делали марафон по отношению, марафон мужчины моей мечты, пишет в речку, Катя, извини, но 6 марта я запускаю свой марафон мужчины мечты с такими-то заданиями, но бизнес есть бизнес, ничего личного, я так, ну ладно, окей, но, конечно, внутри кошки скреблись, да, переживала, но ничего не сказала, сказала как раз в добрый путь, попробуй, ну и собственно там через месяц курс загнулся, потому что либо ты этим занимаешься, понимаешь, там же очень много еще вот этой энергии, одно дело, ты в энергии там еще-то где-то подскочи там, там уследить, там скопировать, и вот как потом с этим ермом жить, а совсем другое, когда ты сам энергии творчества и созидателя, и, конечно, потом и поток идет совершенно другой, а вот если сказать из шапки основателя, или вот если вы, например, нас слушаете, понимаете, что, блин, у меня тоже бессовестно украли, или там скопировали наоблым образом, нужно уметь защищаться, но защищаться не как бы выстраивая вот там меч и щит, объясняя рынку, чем вы действительно лучше, да, или более достойны, или зрели, как школа, как компания, как продукт, чем другие, это может быть очень простой видео урок, или может быть там какая-то лифлет, брошюра, то есть вот что-то, где вы прямо подробно рассказываете, что у вас 3000 выпускников, ребят, курс существует там с 2016 года, у нас там 15 приглашенных экспертов, или у нас там 50 записей подкаста и такая-то аудитория, канал 75+, не хухры-мухры на ютюбе, что уже 96, вот, это я уже почти сотка, да, что у нас вот такие-то кейсы, у нас такие-то результаты, то есть нужно свои медальки, ордена вытаскивать из-за кровав Родины и показывать, да, или там, что у вас есть книга, да, или там она в процессе производства, вот такие-то благодарности, то есть нужно свою позицию защищать, но фактами, не просто мы там самые лучшие или крутейшие, а просто по фактам, и если у вас этого нет пока, то тоже честно себе сказать, что, наверное, мне еще тоже есть куда расти и есть еще в чем постараться. Нарабатывать. Нарабатывать, да, да. Сделать факт, что были кейсы, были примеры, была статистика и так далее. Да, социальные доказательства бренда, они должны быть. Вот я учусь у Тони Роббинса, инвестировал в него 20 тысяч баксов, потому что я потом этот опыт транслирую своей аудитории, да, делаю выжимку и продаю это там за 20 рублей, а не 20 тысяч баксов. Или там, вот я посвятил 10 лет коучингу, это тоже не для того, чтобы потешить эго, а для того, чтобы потом профессионально это делать, да, а не коуч самозванец, который даже никогда не учил теорию. Огромная тебе благодарность. Огромная тебе благодарность. И за вот эти вот две шапки, потому что, знаешь, иногда, будучи создателем методики, которые, знаешь, делают, когда чувствуешь, вот кошки скребут, а когда ты ставишь позицию, допустим, человека, ты понимаешь, что на самом деле это способ в том числе масштабировать идею, да, люди какие-то взяли, понесли, пусть они по-плохому понесли, но ведь ты отдал, а как мир воспринял, так воспринял, кто-то воспринял так, через призыв своих, вот каких-то вибраций, пониманий, взял так, и как-то понес, и куда-то донес. Ага, как-то так. Катя, огромная благодарность. Ой, тебе спасибо. Я так рада, что я тебя поймала в Москве, во всей вот этой вот истории. Друзья, у нас сегодня получился какой-то феноменально инструментальный подкаст, потому что я даже не знаю, что выносить в названии этого подкаста, потому что в каждом блоке, как мне кажется, были сплошные лавхаки, но у нас еще для вас есть подарок. Вот мы много тем обсуждали, я очень благодарна, Маша, что ты раскрыла вообще меня, как гостья с разных сторон, что ты потрудилась и поговорить про бизнес, и про тексты, и про книгу, и вот мне было очень комфортно, и знаешь, вот так прямо гордо, потому что сам ты как-то о себе это, ну то есть я не вспоминаю каждый день о том, что ну да, у меня вроде как и успешная онлайн-школа, еще книжки, еще там про тексты, и это дает такое большое чувство глубокого удовлетворения. Я тебе очень благодарна, вот, и хочу, соответственно, дополнить, чтобы у нас вот этот весь наш разговор, чтобы у того, кому надо сейчас в эту минуту, осталось вот то, что должно быть по теме, поэтому мы, я предлагаю, давай мы дадим одно наше PDF-ку, руководство, как повысить вероятность попадания в СМИ, для того, кто захочет, например, вот к теме про Форбс, и когда у Марии Зеленок выйдет своя колонка на Форбс, потому что там как раз вот эта самареологика, она прописана, то есть что нужно сделать по шагам, и как к этому прийти к результатам. Значит, эту PDF-ку мы можем прикрепить к сайту. Абсолютно. Друзья, на сайте подкаста будет форма, мы прикрепляем туда PDF-ку, так что каждый слушатель, кто знает, что здесь есть PDF-ка, смело оставляйте свои данные, и PDF-ка прилетит вам на почту. Вот, а тому, кто думает о своей книге, и у кого она, как у тебя, уже должна вроде бы скоро явиться, и будет, мы дадим другой майнмэп, 7 шагов к написанию своей книги, чтобы тоже вот все структурировалось, и вот эта тема, когда я говорила, что оглавление, это самый современный способ написать книгу, то есть начинается с оглавления как раз, вот, мы это тоже прикрепим. А еще давай устроим розыгрыш для тех, кто хочет подравиться и бешено посушить свои тексты и писательские мышцы. Вот, разыграем мы одну путевку на наш, как раз, текст-драйв, в котором мы говорили, да, это такой онлайн-квест писательский, где прямо мы прокачиваем вот это умение писать тексты и расписываем в прямом смысле, и для того, чтобы получить путевку, мы через неделю посмотрим и выберем из самых, выберем один комментарий, который станет победителем. Комментарий на тему, что я сделаю прямо сегодня, даже не завтра, на тему своей free publicity, бесплатной популярности, активации личного бренда. Вот, прямо как Марья Петровна из моего рассказа, все сочинения проверю, оценочки выставлю и путевку вручу. Лично выберешь? Да, лично выберю. Зайду. Обожаю такие темы. Друзья, ну что, вот под полной версией этого подкаста вам нужно быть подписанным на канал, обязательно лайкнуть это видео и написать ваш следующий шаг сегодня в этом направлении. Катерина перед розыгрышем лично все проверит и выберет тот, который отзовется, да? Да, да, да. Вот такой вот классный у нас. Я очень люблю такие, наш рандомайзинг, это как перс судьбы, а тут твой личный матер, я не прочитаю. Так что, пишите. Пишите, я все прочитаю, правда. Ну что, я вас благодарю за интерес к теме личного бренда, за интерес к подкасту и за то, что именно ваше внимание, ваши комментарии под предыдущими подкастами вдохновляют меня продолжать и дают мне возможность таких феноменальных встреч. Мы тут за кулисик говорили о том, что Катя спрашивает меня, Маша, как это ты снимаешь вот те подкасты, подкасты, а для меня это кайф. И я благодарю вас за то, что я кайфую и вы получаете пользу. Благодарю тебя тоже. Классно, благодарю. До встречи. А, еще и автограф я хотела взять. Ну, автограф я возьму уже за кулиси. Ладно, давай. Да. Супер, все. Классно. Спасибо тебе.